Департамент флота были, это потрясающий сам дизайнер. Вы представляете, я когда шла навстречу к нему, я настолько его обожаю, что мне хотелось у него учиться, и я училась только по тому, какой он выбирал эскиз. Чтобы объяснить, вот блюдо, к нему шесть десертных тарелок, которые вы увидите на экспозиции. Из них нужно создать еще плюс дополнительно 20 форм. Характер и динамика орнамента, она вот такая же. Но каждая новая форма, она подчиняла тот или иной ритм. Я, безусловно, вам этого не покажу, потому что эта коллекция не вышла, я не имею права, но именно как характер работы, об этом интересно рассказать, потому что моя была внутренняя поставлена задача, что на каждую новую форму принести 10-15 предложений, потому что показать многообразие образа, что это нескончаемая коллекция, которая может дополняться и дополняться. Мы сначала 7 предметов сделали, потом они увидели вот это многообразие и создали 8. И когда Ив отбирал вот один рисунок, и я увидела, что вот особенно если тут есть студенты, то я могу обратить ваше внимание на то, что руководитель вашего диплома – это человек, на котором лежит ответственность за вас, потому что именно вашу работу повести и собрать – это мозги преподавателя. И вот когда Ив Толерон из моих предложений должен был выбрать по одному из 10 и вместе составить, это его уровень культуры, стиля, понимания, и мы должны, что называется, дышать вместе и чувствовать. И он настолько любит и уважает то, что я делаю, потому что я писанными ночами на прополу и работала, и даже был такой случай, что остановились часы у меня в студии, а я думала, что они идут. И я приехала, два часа прожжу на встречу вместо, они меня простили, перенесли. Мне там чуть-чуть осталось закончить, поэтому хорошо, что на один день перенесли. И после этого Ив Толерон всегда даже расписывался на моих эскизах, написал Евгения Браво, а потом было, так, Евгения, теперь стакан водки и спать. То есть вот мы живем и дышим одним процессом, мы должны создать красивую вещь. И Ив, когда он что-то отбирал, вот для меня была учеба у самой себя. Вот то, что он отобрал по композиции, значит, это лучшее среди моих работ. А то, как он составил это лучшее уже в единый ансамбль, это уже моя возможность учиться у мозгов этого человека. Понимаете, да, чем я говорю? И вот, значит, мы сидим, делаем супницу. Понятно, надо на каком-то модуле орнамент построить. И так как здесь не сильно большое многообразие именно орнаментальной составляющей, рисунок — это одно орнамент, ну, треугольничек, там, кружочек. И вот в сутнице я использовала вот эти кружочки, но чтобы видеть, как модуль к рисунку идет, я рисовала кружочки 3 мм, пропускала 3,5 мм, пропускала кусочек и 4 мм. И только своим физическим глазом никакой компьютер, он может сказать, какой диаметр этого дружечка подойдет к этому общему рисунку. Ну и мы, значит, с Ивом погрузились в это переживание, глазами там смотрим, закрываем, как-то внутренне все это чувствуем. И сидит его помощница и говорит, Ив, а вот я не поняла, а здесь что, это дырочка была, да, белая? И мы такие, знаете, как вот просто среди глубокого сна поднимаем на нее голову. Нам не надо объяснять профессионалам, которые рисуют, что это просто пробел, потому что не буду же я по-идеотски сидеть и 30 см рисовать эти кружочки. Понимаете, вот задача художника-дизайнера — найти минимальные средства, но максимальную выразительность. Вот, кстати, Дом Армес, он меня к этому тоже очень сильно привел, потому что, ну, у меня и мама чудесная, она всегда переживала со мной все внутренние мои поиски, от того, что я художник, это вообще благодаря вам. У меня мама инженер-конструктор космических кораблей. То есть с чертением у меня все было в порядке, вот, и мама всегда говорила, Женя, рисуй, рисуй. И вот мама в городе Харькове мне покупала цветные гелевые ручки. И вот мама привела к тому, что я, например, эскизы рисовала таким образом. Это одна черная, допустим, линия, а все остальное — это 3-4 цвета, которые между собой ты гармонируешь и передаешь идею. Поэтому эскизную часть я научилась уже у Дома Армес делать так, в которой ты минимальными средствами максимально делаешь выразительность. И поэтому вот такое как бы внутреннее переживание, когда ты даешь разные, много-много предложений, ты внутри себя должен обязательно держать вот этот концерт в голове. Я, конечно, шляпу перед вами снимаю, потому что создать интерьер очень ответственно, и настолько ты внутри себя должен загружаться и понимать стилистику, цвет, ритм, и уметь это все настолько прочувствовать. И мне кажется, идти вот до самого конца, если вы внутренне чувствуете это переживание, вы должны всегда отстаивать то, что вы делаете. У меня и были даже такие вот переживания с Армес, когда я пыталась отстаивать свое, но мы, можно сказать, друг друга учились, и я очень благодарна этой возможности самого высокого профессионализма, это именно вот в доме Армес научиться так, что каждый миллиметр он несет на себе очень большую ответственность. Ну и, наверное, как вот доказательство такой ответственности, когда была выставка французского фарфора, то именно каждый бренд имел право выставить только две работы от своего бренда, и дом Армес выставил большой столовый сервиз, и мою коллекцию «Русский балет», они назвали это «Русский стоп». Это, ну, знаете, как будто не классная была доказательство того, что они сами признаны на работу. Поэтому, наверное, никогда не надо бояться того, что вы за что-то новое беретесь. Для меня вот эта посуда была, ну, как одной из первых таких работ над дизайном фарфора. Круглая форма, она несет в себе свои закономерности. Вот, допустим, для примера, платки «Ермес» — это 25 поляров, не больше. Браслеты — это 9 цветов, посуда — это 12 цветов. И ты должен уметь во всем этом ориентироваться. Вот, допустим, «Ремодеринг Ви» — я тоже очень-очень люблю этот бренд, и он для декоративных предметов очень интересен, потому что у них пигменты потрясающие. То есть вы можете до 20 оттенков видеть каждого цвета. Когда я ездила на производство, они в Мэйс находятся, это север Франции, вот, то изучив пигменты, я видела вот здесь, это максимально приближено к тому, что я сдавала дизайн гошью. И, кстати, вот с этим брендом, имейте в виду, очень интересно работать, вы можете создать один предмет. То есть с домом «Ремес» вы одну вазу не создадите. Вот с «Модеринг Ви» они выполнят одну работу. Это лимитированные коллекции, они сделаны, каждая работа сделана вручную. На обратной стороне ставится обязательно номер повтора. То есть, в принципе, лимитированные коллекции до не больше 50 повторов. Получается, что когда я начала работать с фарфором именно лимош, то именно пигменты, которые уже в фарфоре, не в керамике, не в фаянсе, это другое новое переживание. И там была поставлена задача в четыре цвета выразить максимально многообразие. А у нас здесь есть же митинер из посуды? Петрушка. Ну, по коллекции сможете увидеть. Воочию. Но опять-таки, могу вам сказать по секрету, они не вытянули один цвет. Она сделана в цвете морской волны, должна была. И доминирующий там должен быть ультрамарин синий. При едином обжиге они не смогли это вытянуть, и поэтому они вышли на этот оранжевый вариант, как их уже интерпретация с моей работы. Вот очень интересный технический момент. Я тоже могу вам немножко объяснить. Вот я повесила скатерть в Бувеле. Это хороший бренд. Они хорошо... У них очень хорошая колористика, то есть печать, но с моей работы они допустили одну огромную ошибку, которую я сама увидела, когда уже работа вышла. У меня было составлено в золотом колорите на четырёх цветах. Потому что чем меньше цвета, мы знаем, тем сложнее сгармонировать дизайны пространства. И у меня очень сложный рисунок. Скатерть рисовалось натуральное величина. Вот 3,10 на метр 70, метр 70 на метр 70, 2,40 на метр 70 только вручную. Представьте, это просто отрыв башки, как говорится. За месяц надо сделать. Вот это всё на полу вообще рисовалось, собиралось. И вот так меня торопило, что я отправила рисунки, сфотографировала фотоаппарат, а потом с этого фотоаппарата там чего-то выцепливала и рисовала в цвете. То есть это в разные периоды даже посылаются рисунки, потому что, как всегда, все торопят. И вот сложный рисунок. И в скатерти обязательно есть обратная сторона. И когда делается скатерть в квадрате, то рисуется одна четвёртая, но она идеально миллиметр в миллиметр должна совпасть две перпендикулярные стороны. Поэтому это тоже безумное напряжение в плане технического исполнения. Но мы когда учились в академии, нам преподатель говорил, художник, который не любит грязный чёрный труд, он не художник. И что цель нашей работы — это 70% этой грязной работы. Так вот, у меня, чтобы показать вот сложность этого рисунка и была какая-то маленькая вибрация, а не такая залепуха и единым цветом, я ввела градацию цвета, но они у меня были на двух сближенных очень тонах построены. А в Увеле, ну это же тоже капитализм хороший, они не вытащили, видите, то, что я сделала, и они мне присылают письмо, «Ну, Евгения, нам надо ещё пять колоритов новых, ну и тут сидеть, красить эти колориты, когда тебе работа не оплачена». Я написала, знаете, ребята, по условиям контракта я вам всё выполнила. Если вы хотите эту дополнительную работу, давайте тогда договариваться. А, ну мы сами всё сделаем. Окей, сделали. И вы знаете, когда вот вышла скатерть, и она появилась, она в тот момент была ведущая, и она была представлена на Миазо и Абже на всех столах, я вдруг стала видеть какое-то беспокойство. Меня что-то не удовлетворяло, и я потом сама абсолютно интуитивно дошла до того, что здесь, может быть, это не сильно видно, а есть вот айвори цвет, там они поставили в контраст эти два цвета между собой, и получилось при сложной форме внутри появился контраст, это ещё больше по белоформу. И получилось, что для французов эта скатерть, она оказалась очень сложной в восприятии. Скатерть идеально продалась. Все как всегда просыпаются, начинают меня напрягать, чтобы я была на клапу, ни одной сейчас, уже лет пять, как её нет. Но хозяин бренда, он думал, что она ещё будет переиздаваться, а вот из-за вот этого технического нюанса, который допустила компания, не я, это, как говорится, положило не тот идеальный успех, который я допустила. Поэтому я, например, сейчас в контрактах обязательно буду вводить правила авторского осмотра. То есть пока не будет сделана первая форма, я не буду соглашаться на производственную основу, потому что, опять-таки, мы всегда же идём в магазин и говорим, о, вот художник нехороший, кто-то, кто-то не выполнил. А по сути дела, это очень часто связано с производственными условиями, поэтому тут надо уметь как-то понимать такие вот нюансы. И получается, что за это время, ну, сколько уже, семь лет я рисую с французами, появилось абсолютно идеальное ощущение того высокого профессионализма, понимания, с какой-то формой работаешь, с каким-то цветом работаешь, что он за собой несёт. И, безусловно, в каждой работе для меня очень важная составляющая – духовная основа того, что я передаю. То есть если мы говорим ритм, пластика, динамика, опять-таки, к чему прикасается твоя рука? У меня есть какое-то внутреннее погружение, когда я начинаю рисовать, потом я максимально отключаюсь, и, собственно говоря, рука сама ведёт, что ты передаёшь. Вот. Ну, я думаю, я могу и дальше говорить, но, может быть, у нас такое соединение о вопросе-ответе, вот, потому что здесь для вас приготовлен прекрасный фуршет. А, и под конец, да, у нас есть чудесная лошадка, с которой начинали, вылетали, и я сейчас это, можно сказать, специально даже постарались сделать для наших ТЭП-классов. Я сейчас вышла на итальянское производство РАТСИ, и это первая сделанная работа с ними, потому что я хочу делать авторские... АПЛОДИСМЕНТЫ Это к этому году, синие лошадки, я сделала свою лошадку. Вот. Это платок сделан в Италии, напечатанный, и вот такая лошадушка этого года. У меня внутреннее наполнение сделано в трех колоритах, разработано для того, в принципе, да, вот, да, она такая добрая, мне кажется, что она хорошая получилась, и сейчас я очень рада, что я познакомилась с этим производством, и их работа я довольна. Здесь ручная обшивка, надеюсь, что будут, у меня следующая серия выйдет с непальской мануфактурой, это уже будут кашемиры, это будут продления этой темы, больших 2 метра, метр 93 на 80, ну, опять-таки, это тоже натуральная величина рисовалась, и лошадь это символ жизни, вот, поэтому в этом году жизненных перемен. Для этого ходить не надо, Украина, да, вот, поэтому, в принципе, символ лошадки для меня также очень трогательный, и я люблю с этим образом работать и рисовать. Вот, я буду рада ваших вопросов и услышать, спрашивать все, что хотите. Пожалуйста, у кого есть вопросы? Кажется, у вас, где у кого? Я чувствую, у вас экономический стиль, прямо у меня, да, в Абухинске, у меня вопросов. Смотрите, вы прочувствуете. А что вы приобрели, вот, нового, да, вот, что появилось, чего вот так космического не было? А вы это называете экономический стиль? Ну, мне кажется, что, ну, вот, русская школа, прям, чувствуется очень хорошо, да. Ну, да, но, вот, именно, композиция, подача, ну, даже сам, ну, манера исполнения, ну, все-таки, мне кажется, ну, как бы есть, вот, а что вы тут чувствуете с нового, да, там, ну, французского, например, что, там, много, тут всеми отработали с секансией, да, например, в частности. В принципе, вот, когда я начала жить во Франции, собственно говоря, вы поймите социальную подоплеволку вообще нашей жизни, да, мы зависимы от выклада зарабатывать. И мы знаем, как искусством зарабатывать деньги, это мама и родная. Для того, что я там живу, это не значит, что мной кто-то занимается, я все делаю самостоятельно. И от того, что была востребована русская тема, меня пять лет держали на этой теме, я даже и слезы роняла, я думала, боже мой, аж и другой рисовать умеет. Но, знаете, это меня, и я очень благодарна тому, что меня берет в этой теме, потому что я по-настоящему задумалась о том, что в мировом дизайне нет русского стиля. То есть, вообще, мир знает русскую культуру, ну, там Малевича его зовут, только в Живаго. И поэтому мое сейчас желание именно очень серьезно раскрыть этот образ, символику и духовность. А во Франции, отвечая на ваш вопрос, я начала заниматься цветными бумагами, потому что там очень красивые бумаги. И я стала делать, заниматься коллажами, стеклом. То есть, вот когда я была на потрясающем аукционе Эвсен Лоран, спустя год после его смерти, Пьер Борже, сделал потрясающие аукционы. Кстати, вот мы с Татьяной Главной тоже по аукционам любим ходить, вот на Сорбис, например. Это тоже определенная возможность наблюдать за искусством, потому что на аукционах ты видишь шестилистически разные направления. Так вот, когда я увидела студию Эвсен Лоран, это огромные белые столы, я считала, ну, моя мечта, вот чтобы у меня была такая студия, три стола, там, три метра. И была возможность, а, да, сейчас, и была возможность работать сразу на трех столах параллельно, я бы спокойно это дело повела, потому что идей очень много. Вот сейчас, поехав в Харьков, я специально поехала на фестиваль водопарад, это связано с сантехникой, да, вот как бы такое, оп, новое направление. Я с Эрдонелли сделала коллекцию для сантехники, вот, но именно создавать форму образования, и я попробовала, я сделала лестницу, которую вы видели. И я, в принципе, мне многие журналисты подчеркнули, что в мировом дизайне нет лампы лестницы. Я хочу это с итальянцами довести до определенного исполнения уже именно в производстве. Завтра, допустим, я буду делать украшения, и в каком это стиле пойдет это, понимаете, надо, с одной стороны, отвечать социальной действительности, с другой стороны, конечно, душа горит делать что-то свое, но насколько это умеет соединять, а еще при этом надо ввести французские документы, все эти выплаты ввести, ЭДФ, СЖДФ, студии и так далее, это тоже очень непросто. У меня, например, видно жительство Франции по артистической линии, которые мне помогли и сделали французы, не русские. Поэтому даже сначала мозги закипали, пойти оформить документы без французского языка, это полный улет. Но вот как-то друзья помогали, и во Франции очень жесткая жизнь. То есть без документов это, ну, вообще лучше не находиться, и поэтому и этот этап. Поэтому я для себя искренне желаю только возможность уже заниматься тем стилем и тем дизайном, который мне лично хочется. Вот я получила новую студию, у меня окно 2,70 на 2,20 от пола. Мне нужен стол рабочий, 2,70 по длине, такого стола я в жизни никогда нигде не куплю. Ну, я села и нарисовала себе стол. И я, допустим, вот уже хочу мобилю заниматься. У меня в студии стена 4 метра, а справа 2,40. Мне нужно библиотеку сделать. Я пошла, посмотрела на книжные столажи. Да, то, что мне нравится, то, что мне приятно, это 25 тысяч евро такой шкарчик. Хорошо. Я походила, поизучала, как там винтики, шурупчики, все это сворачивается. Я, в принципе, села и нарисовала свою мебельную стенку. И в ней будет обязательно ниша, где вот под стеклом представлена фарфоровая коллекция Hermes на оранжевом фоне, таком персиковом. Я для себя это уже продумала. И понимаете, вот новое направление, которое ты выбираешь, это не важно, что ты будешь делать. Важно, с какой ты душой делаешь, и что за этим стоит. Вот, например, с этим платком за бабушку у меня есть очень интересная история. Здесь нарисован мальчик Димочка. И опять-таки моя чудесная мама дала эту идею. Папа француз, мама русская, живущая здесь, в Москве. Я поговорила с мамой, мама прислала фотографии. Мы нарисовали Димочку. Когда вышел платок, родители написали в дом Hermes письмо. И сказали, вот Евгения, она наша подруга. И в конечном итоге Hermes сделали за бабушку Дур Дмитрий. Сейчас мы его покажем. Вышел эксклюзивный платок, в котором всего 100. И вот написано за бабушку Хан Дмитрий. Я думаю, что Дима попал в историю русско-французского дома. И этот платок за горами будет супермузейный или коллекционный. И когда меня Hermes позвали написать вот этот Хан Дмитрий, я сказала, хорошо. Это мои друзья. Мой платок я сделаю. И мне сделали потрясающее замечание. Я вам искренне передаю это замечание, потому что в этом мозги той культуры бренда. Мне сказали, Евгения, это ваш дизайн, но это платок Hermes. И в принципе, это потрясающе правильное замечание, потому что деньги в платок вкладывают с брендом. А я состою в дизайн. Надо отдать должное, что Дом Hermes, они уважение показывают таким образом, что на платке стоит имя художника. Когда мы создаем дизайн, мы создаем три составляющие. Это название платка. И это первый вообще платок Дом Hermes, который вышел на русском языке. Потом составляющие название бренда. И как дети играют в игрушки, в кубики, составляя буквы, я написала Дом Hermes. И место, где ты ставишь, как говорят, дискрет, не видно свою подпись. Так что, вот таких всего существует 100 платков. Два, как говорится, находятся в моей семье. А остальное один, правда, уже выскочил где-то на аукционе. В прошлом лету на меня русские коллекционеры Цивины, Александр и Катя. И они тогда поставили задачу собрать все мои платки с аукционов. В принципе, на аукционах начали давно, где-то года три появляются браслеты, посуды, платки. Но, понимаете, я это отмечаю тем, что русская культура, она интересна для мира. И именно по-настоящему достоинству он говорит о своей культуре. Мне кажется, это именно тот образ, который ты задаешь и выполняешь в дизайне. Я ответила на ваш вопрос. Добрый день, компания «Толес Анна». Я читала ваше интервью, готовность к нашей встрече. И меня поразило ваше стремление и желание, как бы, за создание нового стиля, основанного на нашей русской культуре. Вы последили мой вопрос, начиная, уже поменуя об этом. Меня больше, знаете, что заинтересовало. Сейчас многие со мной согласятся, нам каждый раз пеняют, говоря о том, что мы много разговаривали, мы много эмоционально, мы любим яркие вещи. Нужно быть европейцами, нужно быть сдержанными, нужно меньше красок, да? Очень много, у нас много клиентов, которые приходят и говорят, о, это уже старая история. Невольно вас за... как бы вы вынуждены были долгодержаться этой темой. Как вам хватает сил, отстаивать сил, смелости, желания? Вообще, ваши... откуда берутся эмоции для того, чтобы так пропагандировать нашу культуру? И еще, скажем немножко, следующий пункт. Говоря о стиле, я много размышляла. А на чем же будет основано? Что будет основывать для этого стиля нового для нас? Спасибо. Ну, наверное, вот у меня спрашивают, откуда у вас вдохновение? Я говорю, что вдохновение — это для ленивых людей. Значит, надо где-то посидеть, что-то подумать, вдохновиться. Мне кажется, у нормального художника всегда времени не хватает сделать то, что он хочет. Поэтому, вы знаете, я даже слово бы отстаивать сейчас не называла, потому что то слово «сказочность русской культуры», которое я для себя определила, оно говорит о великом многообразии всех возможностей. Поэтому на данный момент я сейчас собираю разную литературу, изучаю разные материалы. И, безусловно, это все будет построено на орнаментике, стилистике разных модулей. Потому что Россия, если мы посмотрим белокаменную Россию, эти рельефы... И, кстати, для русского стиля очень интересен звериный стиль. Он в северной культуре, в северных народах использовался. Например, мужчины знают о том, что на Руси мужчины надсели просто с изображением льва. Лев — это силы, и изображение льва всегда было во всей храмовой культуре даже. Поэтому я думаю, что в своей этой коллекции это, в принципе, будет как фэшн-линия, направление разных... Я не буду говорить, что это точно будет. Это будут просто разные материалы, формы. Но работа такая серьёзная и большая. Поэтому, наверное, русский стиль, он интересен во всём многообразии. Это и конструктивизм. Если вот посмотреть в целом развитие мировой культуры, то получается, мне кажется, что жизнь художника никогда нельзя рассматривать вне времени, потому что наш конструктивизм, который появился... Представьте, это только в нашей стране. И, по сути дела, именно в этот период огромное количество женщин-художниц, которые передали этот период русских... Благодаря этому эмоциональному переживанию. Поэтому своё эмоциональное переживание никуда прятать-то не надо. Вот славяне, они очень открыты, они очень страстные, они любящие, они эмоционально переживающие, это не англичане там, да, нет, у каждого... Ну, свои прекрасные качества. Но именно славянская культура, она интересна многообразием. А потом, если бы мы даже посмотрим территориально, Россия-матушка, да, вот в отношении мира какой-то огромный класт и культуры, и возможностей, поэтому, в принципе, я всегда так работаю, я не узнаю, когда мне поднесёт. То есть я, когда начинаю работать, вот моя учительница в художественной школе Мария Георгиевна Песноченко, она учила меня трём правилам, которые я по всей жизни несу. Любой труд рано или поздно приносит результат. То есть, когда я у неё готовилась к поступлению в Академию в Петербурге, она научила меня с одного натюрморда писать 50 разных вариантов. И внутреннюю задачу ставишь ты сам себе. Есть такое прекрасное выражение «натура дура», а ты художник молодец.